Ребят, это скрывали от нас 25 лет! Ёлки-палки! Дорогие гости курорта, в Крыму подорожал бензин. Цены сейчас вот такие. В общем, ребят, вот эта остановочка, это нижние ворота Никитского ботанического сада. А нам не туда. Да, мы сегодня идем не просто в Никитский ботанический сад, а в сад Монтедор, в парк Монтедор, который был закрыт 25 лет. И он открылся всего лишь навсего в ноябре 17-го года. Привет! Так что идем, друзья, посмотрим, что же там красивого есть. Перед тем, как начать выпуск, расскажем вам про качественный канал о путешествиях по всему миру с Виталиком и Лизой. Ребята снимают не просто видео, а целый тревел-сериал и истории из разных уголков планеты. Любой подписчик их канала может рвануть с ними и показать, на что способен. Эта парочка уже посетила более 45 стран. Видео выходит регулярно, и вам всегда будет что посмотреть. Действительно очень качественный контент, обязательно зайдите и зацените. Подписывайтесь на их канал по ссылке в описании к этому видео и присоединяйтесь к дружной команде путешественников своим ходом. В общем, как сразу заходишь, ребят, видно весь парк, да, его схему, куда идти. Основная часть Никитского сада, так называемого арборетума, да, он не имеет выхода в море. И там очень многие были, там вот недавно была выставка тюльпанов. Кстати, а вы знаете про тюльпаны? Откуда это в мир узнал о тюльпанах? Как раз таки из Крыма. По данным, еще вот с 1225 года здесь уже они были, дикие тюльпанчики, и в Стамбул вывозили, вот в этом году вывезли около 300 тысяч тюльпанов, луковиц. А потом уже из Стамбула попал в Голландию наш тюльпан. Так что все голландские тюльпаны это пра-пра-пра-пра-пра родственники наших тюльпанов крымских. Вот так вот. Значит, прогулка по парку Монтедор включает в себя не только парк, но также еще кактусовую оранжерею и райский сад. Колоссальную работу проделали сотрудники Никитского сада по восстановлению этого парка, так как 25 лет он находился в забвении, тут ничего не делалось. Академия аграрных наук Украины не имела средств к присмотру за этим парком, да, в общем, слишком большие территории. И этот парк стоял, зарастал, обрастал, портились дорожки, все приходило в негодность. И уже в 2013 году практически хотели вывести эти земли парка Монтедор из территории Никитского сада и начать элитную застройку, как у нас любят делать. Ну что, зря футболки купили? Ну сейчас я переоденусь. Иди переодевайся, вкус ты. Что творит с людьми? Парк Монтедор. Happy, creative, positive, original, smart, best, original, crazy, sweet, cool, да не дергайся, стронг, старт, pretty, funny, optimist, pet, self, perfect. Твой английский просто поражает. Весь Никитский ботанический сад был основан в 1812 году, а парк Монтедор всего лишь был разбит с 1947 по 74 или 75. Так что он достаточно молодой парк. Был разбит на территории виноградников и сельхозземель. В общем, вот так. На Ялту и мысмартьян тут есть. Проект Каниферетума, это что-то, а, сад хвойных, будет реализован в 18-м году. Кто первый раз зашел на наш канал, обязательно подпишитесь. У нас еще очень-очень-очень много интересного будет. Прям сейчас нажмите кнопочку подписаться. Ну что, пойдем посмотрим кактусы, вероятский сад. Мы попали в Крымскую Мексику, я так полагаю. Они цветут. Или это они уже подцветали? Сколько тут много всего. Даже не будем зачитывать. Приедете. Почитайте, кому интересно. Не, ну эти вообще гигантские. Смотри. Смотри до потолка вообще. Наверх-наверх ушло. Ой, боже. О, это чтобы можно было подышать. Типа теплицы, да? Ой, какие пушистики, махнатики. Красно-желтый-зеленый. Светофор. Боже. Да, кактусарий такой. Супкулент называется. Водонакопитель. Типа молочая, что ли. Ого, ствол. Ничего себе. О, а тут вот девушка среди... Среди кактусов притаилась. В огромной агаве. О, рыбки, рыбки, рыбки. Карасики цветные. Такой гремлин притаился. Боже, какие они классные. И хинокактус. Огромные какие. Интересно, а тут текилу делают? Такие лошадь из кактуса делают. Такое широкое. Внизу. Сверху. Это быка наведная драцена, что ли. Что, здорово, очень классно. О, еще одна такая, смотрите, какая классная. Она там, наверное, водичку накапливает. Вы же шла, я козу. Гигантские шмели животные. Смотри, все эти. Шмели, вот это классно. Как она на осьминога похожа. Да, да, огромная осьминога такая. А вот. А, иди в банюк. Много-много маленьких кактусиков. Никитский сад, насколько я знаю, официально продает всякие растения. Да, они луковички продают, тюльпанов, хризантемерос. Мы ссылочку оставим в описании тоже на покупку всех этих дел. Теперь мы выходим в райский сад и сразу нас встречают красивыми цветами. Смотрите. Какая красота. Сейчас быстренько по кругу обойдем по райскому садику. Там пруд еще есть, там даже с черепахами. Как красиво смотрится вот эта горка. Вообще обалденно. Прям Крымская Мексика точно. Там куча черепах. Чего такой грустный сидишь? Чего у них такие глаза грустные? Кто скажет. Здесь есть указатель туалет. Если что, кому надо. Вот по той тропиночке. Дальше. Слушайте, ну тут ирисы такие красивые. Какая красота какая. Ну вот это прям как акварелью писаные. Красавцы. Смотри, он как невеста какая-то. Вот мне напоминает. Смотри, да? Ну прелесть вообще. Да что же, гортензия тут цветет? Вообще непонятно. А вот и это. Прелесть. Там видишь еще бананы. Рощица банановая. Тут, короче, можно гулять целый день. Заходишь и вот это ходишь, ходишь по тропинкам. Тебя никто во времени не ограничивает. Очень классно. Слушайте, ну возле дома, если, конечно, такое садить, это просто сказка была бы. Бананы-бананы. Огромные. Тут такая тишина, и птички поют так классно. Послушайте. Ну что, человек, которому растения мало важны в жизни. Тебе нравится? Да. Смотри, какая красотка, да? Мохнатая. Тебе нравится. Журчат ручьи. По-падам, по-падам. Тут кто-нибудь есть? Не, ну представляешь, какая колоссальная работа тут идет. Даже за всем ухаживать надо. Каждый цветочек по-своему, каждое растение по-своему. Так кто такой красивый? Клен японский. Ну, еще прудики, прудики кругом. Хорошо. У нас сегодня реально жара, да? Сколько лет? Американский шпион сидит под деревом. Лаконос. Бесплатный, пожалуйста, заходите. Можно ручки даже помыть. Ой, туалетная бумага даже есть. Офигеть. Даже че-то. Спасибо. Сегодня 6 мая, и сегодня мы выходили, было в тени 27 градусов. Прям на солнце я не знаю сколько, 33. Я просто для сравнения, вот моя рука, и какие эти лопухи огромные. Кто там живет? Он близко не будет фокусирован. А вот эти все вот клеточки, это все будет зарастать зеленью, я так понял. Ну да, пускают вот такие плетущиеся растения. Очень интересными картинами будут. Я так понимаю, может цвести будет, но так интересно. Посмотри, вон распустился. Представляешь, будет такая цветущая картина. Блин, как красиво. Это, видимо, клематицы, наверное, пускают плетущиеся. Короче, вниз идем. Тут уже сразу так заметно хвои пахнет. Это мы обратно в Монтадор идем. Вниз спускаемся. Тут видно, да, как вниз эти уровни идут. Сейчас там будет вот смотровая небольшая. Тут прям с QR-кодами. Кизель. Сегодня мы идем по экскурсионному маршруту. Влево-вправо никуда не ныряем. Так как сами первый раз здесь. А вообще мы всегда ходим куда-нибудь не туда. Поэтому находим много интересного. Смотрите, сколько хвоща пушистого. Шлепаем, шлепаем. Вдыхаем запахи, да? Такая природа. Там ручеек журчит. Классно. Везде скамеечки. Везде чисто. Через, получается, ручейки, мостики поставили. Сотрудники сада, та бригада, которая отвечала за Монтадор, они тут провели колоссальную работу. Подпорные стеночки. Видите, это как бы новая, да, сверху видно. Памешками выложено. Почистили все дорожки. Пруды привели в порядок. Высадили кувшинки. Запустили черепашек. Черепашек однозначно запустили. Монтадор будет точно новой видной карточкой Крым. Выходим мы в бассейну такому, к пруду. Ага, а тут кто водится тоже? Ага, тут много карасиков. Я смотрю, уже красненькие. Вообще, по идее, пора уже идти на море загорать. На пляж идти надо. А мы тут все по паркам, да по каким-то там фермам. Где это дерево? Сайка, а тебе вот этот листик ничего не напоминает? Напоминает. Клен? Смотрите, у нас уже инжирчик тут готов почти. Осталось только немножечко цвета добавить. А тут что-то горело, видимо, дерево или что? Юля, ты посмотри на это дерево. Ну так это же я его ищу, малыш ты мой хороший. Да ладно. Ну смотри, как у него ветки, как у спрута. Это... Секой один дрон. Гигантский мамонтовое дерево считается. Давайте вот так, смотрите. Это вот так вот. А я уже слышу шум воды, шум моря, прибыль. Можно с вами посидеть, Вячеслав? Нет. А я очень хочу. Не будет тебе одиночества. Ну хоть пять минут. Нет. Вот и красивая беседочка. Красавицы Агавы. Знаешь, как выглядит развод в мире растений? Развод? Да. Жили, жили, не дожили. И решили разойтись такие. Восстановленная. Вот. Видно Агавы. И немножечко на море. Пойдем заберемся туда, где уже отлично видно море. Пойдем. Там дальше выступ. Это мыс Мартьян. Заповедник. Заповедник Мус Мартьян – это самый маленький заповедник в Крыму. Его территория там, да, что небольшая, включает акваторию моря и вот небольшой участок суши. Постараемся вам показать изнутри. Ребята, мы, в общем, вот так погуляли сегодня по парку. В общем, кому это интересно, кому интересно погулять в красивом парке, подышать хорошим воздухом свежим, посмотреть на красивое море, приезжайте обязательно в Никиту, в Никитский ботанический сад. Постите этот парк, Монтедор. По городу, если вы не на своем транспорте, то можно приехать сюда на маршрутке из Ялты. Номер 29. Номер 29. Ходит от Пионерской, это конечная, и аж до сюда. Вот, садись и едь в Ялту. Да? А сколько проезда Ялты? Делитесь этим видео, ведь этот парк никто не видел 25 лет, представляете? И можно анонсировать сразу чуть-чуть наперед. Давай. Скоро мы покажем несколько отелей, где можно отдохнуть, ну и расскажем все про них. Так что, оставайтесь с нами на канале Крым глазами местных. Никитский сад тут представляет свою косметику, даже не только красивые парки, да, и цветы. Пушистая вода. Эфирные масла, жирные масла, массажные масла. О, новинки даже есть. Это для волос, шампуни, бальзамы. Цены достаточно доступные. А что еще есть? Соли для ванн с эфирными маслами. 136-155 рублей, да, водичка 125. Вот эти масла от 200 до 400 рублей. От 97 даже, да. Свечи. А, ароматические, да. Фирменная наша продукция. Масла косметические. Гордость Никитского сада. Крымчанка, класс. Может, давай разыграем ее? Масло оливковое, масло из косточек сладкого миндаля, масло жожоба. Жожоба, зародыши пшеницы, какао, облепиховое масло, нироли, розовое, почулевое, сандал. Супер! Для ног масло идет с маслом розмарина. Здесь тоже очень хороший состав. Здесь очень хорошо от отечности ног, для кровообращения, для вен, для сосудов. Дальше идет масло, это идет для шеи, декольте, для очень сухой кожи. И крем-пилинг, это масло, которое много лет назад создавалось вместе с немцами. Это тоже наша визитная карточка. Очень хорошо очищает поры, хорошо смягчает и питает. Цибрикосовая косточка, да, в масле? Нет, там идет только смесь масел жирных и эфирных, и морская соль, мелкая-мелкая морская соль. Так, масло косметическое, разыграем. Так же самое, как разыгрывали и вино. То есть нужно быть участником нашей группы ВКонтакте, сделать репост записи, закрепленной себе на страницу. А также оставить комментарий, ну и желательно лайк под этим видео. Все условия будут еще написаны в нашем комментарии, закрепленном под этим видео. Супер продукт!